Можно открыть и доношить. Давайте. Проект «Семейное доброе хобби» — это развитие семейного волонтерства, чтобы каждая российская семья делала добрые дела. Сегодня у нас прошли две акции. Это «Дарим тепло своих сердец» — это семьи, которые сами вязали и шили вещи для недоношенных деток, детское отделение. А также собирали канцелярские товары для ребят, которые остались без родителей в детской больнице, для того, чтобы скрасить их одиночество. Если дети видят добро родителя, значит, дети будут приносить добро, делать добро, добрые дела будут делать. Сама я не вяжу, вяжет у меня бабушка, но в нашем саду, оказывается, в который ходит у нас младший сын, оказывается, очень много мам вяжут, вяжут очень многие воспитатели, поэтому мы решили привезти ее в саду. Отца проходила у нас недолго, буквально две недели, но за две недели получили хороший результат. Это и костюмчики, это и вязаные, и шитые вещи, это и носочки, чтобы деткам было тепло. Вязаные вещи, они помогают сохранить тепло, особенно недоношенным детям, это важно для них, поэтому эти вот простые принципы ухода, они незыблемы, и поэтому мы надеемся, что дети поправятся быстрее. Мы празднуем День недоношенного ребенка, и праздник этот ежегодно проходит в нашей детской больнице. Правда, сейчас, вот в период пандемии, это событие не может быть у нас массовым. Обычно мы приглашали родителей, мы приглашали детей, мы радовались их успехам. А сегодня мы благодарим тех людей, которые проявили заботу о наших детках, и мы надеемся, что благодаря этой заботе и теплу их сердец наши дети будут поправляться быстрее. Спасибо всем, мы вам благодарны. Ну, сегодня в проекте уже участвуют у нас порядка 15 семей. Вообще можно сделать просто свое доброе дело и поставить хэштег «семейное доброхобби». Проект реализуется при поддержке Череповецкого отделения партии «Единая Россия» и мэрии города Череповца. Семьи привлекаются сами, то есть у нас создана группа ВКонтакте, они предлагают условия для участия и сами выбирают свое направление. Кто-то хочет провести бесплатный спортивный праздник, кто-то собрать вещи для приюта, а также провести, например, какое-то детское мероприятие на улице, естественно, в условиях пандемии для деток.